всех приветствую давно я хотел записать подобное видео как играть против сопротивления более крепко вообще пробивать крепкое сопротивление очень сложно потому что если вы выйдете ну по крайней мере раньше так было если вы ходите в ягуар и там что-то тяжеленькое там сложно будет что-то противопоставить потому что скорее всего там уже будет много гренадеров но вообще очень большая база вышки пробить это будет неудобно и невесело если вы играете брониками то у вас легкостью отобьют те же вышки потому что они прокаченные и броники плохо стреляют здание вот там будут снайпера который фокусить опять же брониками сложно гренадеры но и те же койота броники также будут броники в защите они конечно получше чем движение можно выйти в мамонты ягуары снайпера вышки кричатой обязательно и может быть даже аллигаторов издавить своей прокачкой чем не знаю чем чем-то еще да надо наверно в яга хам выходить я сыграл против данного игрока не так давно он выиграл я смотрел сериальщик думал что там слабенький но дали двух медалистов пятнадцатого ранга а мы были по моему 13 плюс 14 напарник у меня слабенький я напала там пушки снайпера целая куча вот и когда на меня пошли как бы ничего противопоставить снайперу я уже не мог вот и зато это дало мне опыт игры ну принципе я раньше знал что снайпер тащит но понял что вещь хорошая хорошая статистика 68 процентов побед в турнире много звезд у него хотя слило немного звезды мы видим и играет для себя есть медалька ну значит захотелось дать ну что ж давайте зайдем в бой заходим в бой против моего давнего напарника не я почему-то решил что играем против слабеньких игроков и даже подумал что сейчас пора бы снять хорошие видосе где я буду тащить снайперами против сопротивления даже решил не собирать слишком сильно ящики два но этот возьму ладно здесь же я дальше по пошел не пошел бежать взял вот эти ящики увы по моему взял вот этот контейнер поэтому моему напарнику маловато досталось по таймингу все плохо я строю вышку не надо так делать потому что сначала подумал ну надо скрыть что я выхожу в снайпер а потом думаю да ладно все выходят снайперам так что вышку строить не надо было строишь потихоньку даже отменил снайпера разок не знаю понятно непонятно зачем вот включил синий буст не хватает электроэнергии опять электроэнергии включаем каплю на электростанцию в общем ресурсов нет но надо как-то ускорить что это чтобы так болтаем вот пока что только несколько стрелков есть три четыре стрелка снайпера в лесу папа и у меня 41 единички кого идет до заказ сейчас будет еще заказ наверное заказ и забуду сделать вот здесь броники и тут довольно таки жесткие броники но я нахожусь в лесу и стараюсь вот только сейчас я начал стараться фокусить гренадеров это не очень удобно потому что хватит три выстрела снайпера тратите пять выстрелов на одного пехотинца наверное не очень хорошо вот тем временем погибает один снайпер сейчас погибнет еще один снайпер нет он бьет казарму тут едут броники они жесткие такие никак не падают уничтожили меня частично вышку но я остановился и броники соответственно мои броники наносят больше урона но там броник броненосит 15 ранга вот так что это не очень приятно при этом у меня сейчас 45 кого преимущество и нужно идти в контратак моего напарника гренадеры вышка я говорю вышку ставят сюда на принципе здесь она тоже неплохо я покажу так никто не едет заказик ждем вот эти два броника идем в атаку вот заруба здесь у оппонента кстати тоже есть снайпера 4 штучки но слишком много техники слишком много броненосцев койотов хотя сопротивление играет именно ну и безусловно вышка сделала грязное дело уничтожила все вручную отправил чуть-чуть вперед снайперов чтобы выбивать вот вот эти вот сейчас снова иду вперед чтобы не отвлекаться чтобы вручную все бить вот и пьем здания они довольно-таки жесткие никак не хотят падать здания снайпера опять вперед теряем инициативу здесь накопилась армия остановил я свою технику но мгновенно падает броник потому что броненосец 15 ранга я не уверен если у него улучшение на броню хп пока что лень смотреть вот но однозначно значительно больше урона это неприятно за счет меткостей может быть еще какие-то полюшки там скорострельность может быть даже дальность атаки появляется вышка вот здесь снайпер бьет наши броники я уж подумал что нет смысла бить этот штаб вот он слишком жест понял что кого-то мы словили крепкого если честно я подумал что может быть это 15 ран но все-таки нет видео вышку делаю до заказ там что-то не идет при этом напарник мой катается туда туда я за этой зоной почти не следил надо конечно уничтожить эти казармы очень жесткий вот не слежу за гренадёром бьет он мне броник опять бьет броник опять бьет броник вот и шести семи броник осталось три которые два ели живые именно поэтому добить сначала казарма они заводят при этом я следил за все это папе и именно с этой позиции говорю ведь с этой стороны скорее всего на меня это сейчас нападут поэтому я уже сделал два отряда один будет здесь а другое будет вот здесь хотя могли бы пойти юниты фиолетового игрока они могли пойти либо вот так а потом я подумал что скорее всего даже вот так поэтому наверное хорошо что мой напарник их словил вот надо атаковать говорю вперед не все-таки жесткие здания никак не лопаются молот в этом плане намного более заказик небольшой вот и тут монопарни выходит даже кречет и даже когда вы играете против сопротивления медлить не надо как бы все противник пробита да надо играть на перами я знаю там могут быть кречет и но весьма неприятно есть это большое количество не знаю гренадёров броников тех же снайперов вот а если бы вы пойдете в атаку то опять же вы встретите снайперов вы встретите вышки до заказ вас по-любому умеет так что лучше просто так не атаковать накопилось уже 14 гроников и вот противника бит берите ну что ли данную стратегию на вооружение вот и выигрывайте чаще всем пока а а а